Привет, Страж! Настало время эксклюзивов с Е3 и от Triple Vibe. И хоть я сам на выставку попасть, к сожалению, не смог, нам удалось задать Банжи три заранее составленных мной вопроса в пресс-зоне от лица канала. Итак, на вопросы для вас отвечают Скотт Тейлор и Стив Коттон, с которыми вы уже наверняка знакомы из официальных роликов Банжи. Приятного просмотра! В видео о дополнении отвергнутые вы обратили внимание на важную деталь, что вы бы хотели, чтобы игра стала хобби и местом для общения игроков. В связи с этим хотелось бы узнать, планируются ли какие-то изменения и совершенствования системы кланов и коммуникаций игроков. Чтобы вы ответили игрокам, жалующимся на риюз контента из первой части. Я считаю, что в этом ничего плохого нет, и это лишь помогает создать ощущение целостности вселенной игры. Однако мне все же хотелось бы спросить, есть ли какие-то ограничения по переносу? Существует ли, например, список экзотов или локаций, которые никогда не станут переносить в Destiny 2? Или это абсолютно вольный и творческий процесс? Существует ли, как мы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В этом году мы получили возможность, например, для narrативных причин, или для того, чтобы добавить интересное чувство о фантазии в «Санбоксе». Если не так, то мы думаем, что это круто, что это приводит фан-фаворитеты в «Дестни-1» в «Дестни-2» в «Универсу». Я не знаю, что ни правилам, ни правилам, ни правилам, которые никогда не будут совершать. Нет, команда имеет правилам, которые хотят увидеть, чтобы они остались от этого, но нет ни правилам, ни правилам, ни правилам, ни правилам. С выходом дополнения «Военный разум» игроки получили последнее логово на «Левиафане». Система рейдхаба вызвала бурю обсуждений среди сообщества. Интересно узнать, насколько успешным видят этот опыт в студии, и в будущем мы будем также получать обновления других рейдов путем добавления новых стадий, или рассматривается решение перехода на старую систему рейдов из «Дестни-1». Рейдов Hey, привет. Игорь Негода, мы можем предложить что-то рассматривать. Мы можем предобрать проще это рейд, которые мы хотим обращаться. Рейдовские рейдеры не будут хотим. Спасибо Скотт и Стив. В заключении хочу напомнить, что также у подписчиков моего канала есть возможность выиграть эксклюзивную внутриигровую эмблему, которую могли получить только посетители стенда на E3 2018. Подробности конкурса у меня в группе, ссылка на нее в описании под видео. Удачи!